ребята всем привет и доброе утро у меня сегодня выходной и сегодня приехал андрей домой представляете раньше времени а почему сейчас я вам расскажу в общем он у нас опять раненый в общем вчера мне звонит и говорит наташа не пойму что у меня на спине говорит не то чири я тяну не могу вытянуть как будто бы корень и назад уходит вот знаете смешно сказать он говорит может у меня червяк какой-то вместе с ним ржали смеялись смеялись с ним я говорю ну как у тебя может он готовить а фиг его знает сейчас чего хочешь может быть на общем говорю давай уже ночь была говорю зажигай давай свет и показывали от показывал пташ на спине ему не видать это на спине сбоку у него в общем я сначала подумал этот чири потом говорю он тебя болит он говорит нет говорю ну не может быть чтоб чири не болел передавать еще раз показывает показывает тянет так вот показывает немножко слушает учете папиллом а такая большая что ли выросла он говорит откуда я знаю вообще не видит сбоку там я ему говорю через какое-то время андрей покажи еще раз в общем он мне показывает я там смотрю там клещ представляете он уже туда присосался вокруг вот такая плямба красная ну и чё я горд тебе его надо срочно удалять потому что не дай бог инфицирование пойдет его потом еще и неизвестно какой он там клещ в общем андрей звонит начальнику начали конечно езжай домой в общем андрей приехал раньше времени сегодня приехал наверное начале 6 вчера ночью выехал вот так сейчас спит удаляла я ему клеща надо было снять вам что-то нам не до этого было я его начала сразу снимать в общем снимали как смотрели в интернете ниточку сделали петлю и петлей и вот так по кругу крутила вот эти два краешка нитки на проволоку и вот так крутили крутили открутили и он вот так раз и снялся клещ прям вышел не осталось ничего там он прям вышел но такая прям до прижгла спиртом дала ему ксицелин антибиотик сразу ему попить вот так андрюшка мой дома я уже приготовила завтрак сейчас буду завтракать ему тоже приготовил он сейчас обомрет скажет куда такой вышеденный мне лаваш сделала я ему с яйцом сделала себя обычно сейчас покажу это я ему лавашек делала ну съест половинку значит половинку съест а это у меня два небольших но я не знаю сколько съем с творогом сыром и зеленью мои витаминки с кофе так что друзья кто завтракает всем приятного аппетита и увидимся попозже когда андрюшка проснется пойдем конечно пойдем там тебя курочка ждет идем быстрее идем уже кошкам поставила варить здесь рыбку достал андрею пожарить смотрите какие андрей грибы привез ну какие вот где-то он нижнем новгороде работает вот там лесу где клещат он подцепил с грибочками ходил вот так вот все пошла пушечка загоню здравствуйте друзья не успел приехали сразу в бой со сковородками он не может чтобы ничего не готовить да решил рыбки себе пожарить а то чуть не скучался на консервах да я достала рыбу он вчера же сказал что домой едет я думаю быстренько достану у нас там было два карася больших и скумбрия одна небольшая я их порезала посолила и вот сейчас вот говорит давай я сам пожарю гульта жар обычно я раньше всегда тебе все готова сказал ну подними руку вот видите какое но он был надеюсь что дальше никакой заразы не пойдет ну да сейчас прочитали заразы заразе не предстоит прочитали от клещей я я вспоминала лекарства от клещей потом йод 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 набрала в интернете вспомнила какое лекарство там уже прочитали уже поздно андрей горки уже три дня не был в лесу и так видимо он еще раньше присосался к нему он просто его не видел не ощущал мне все и сейчас правда мы убрали антибиотик дали амоксицелин вот но таблетки все равно заказали думаем пускай что ты хочешь с ними делать скажи я их перекручу на мясорубке меня старая мясорубка есть такая ручная я перекручу и можно на блендере там здесь вот правда на блендере можно на блендере можно можно блендером дариться размельчить сахарку добавить дрожжи с водой и чтобы они перебродили и потом этой жидкостью полить себя в огороде там у себя в огороде можно в лесу где-нибудь и потом здесь у нас был грибов нет может начнут расти у вас а давай там и где у нас это брошенный огород вот и я давай туда может там лесочек если вырастут там мы тогда те там соберем это уже на нас на чего-то получится да если получится то те из тех опять идей к лицу да дай бог если получится а то я делала жить тот раз я брал вместе с ножкой ну вообще нужно как говорят вот я в интернете видел нужно только вот это пора шляпку сама пора вот эти они как бы из них не семена как бы осеменение раз размножить слушай а вот там где я выливала пробовала тоже я делала штамм шампиньоны я же выливала вот там-то я всегда срываю то там дальше то здесь ближе вот где я выливал все-таки там их больше там они и есть где я выливала просто они не в том месте а чуть дальше но в том и отсеке да где я выливал может правда у нас получится посмотрим посмотрим я у нас в лесу белый гриб есть есть подосины ведь есть белые но у нас их мало слушай нам за грибами ехать андрюшка андрей на чесочек ты хочешь чтобы не еще и змея укусила он да не говори мне в этом году что-то зачем-то шерш не покусали теперь этот блин как это клещ но мы говорим это клещи теперь кто еще должен я уговорю все равно хоть на чесночек на съезде потому что сегодня завтра тогда вообще больше не будем если еще раз кто-нибудь укусит ну короче это да сегодня мне можно было съездить после обеда вот сейчас поедим я сейчас проплесошу ну ладно завтра операцию делали извлекали этого такое ощущение что внутри тебя кто-то живет он думал это вообще червяк ладно сегодня не поедем я же пирожки тебе обещала а завтра мне на ногти но с утра съездим за грибами дождей пока нет ладно сегодня пирожки надо испечь я обещала ему пирожки ну посмотрим может я его уговорю уж я его говорю все-таки в лес все здесь не часы чик посмотрим с отдохнет чуть-чуть я боюсь завтра дождь пойдет там пасмурно и сейчас как-то дай пойдем разбирать машины победы я уже есть хочу время без 10 или 15 12 12 покушаем отдохнем и пойдем а сумочку андрею заказал себе сумку кожаная не показала покажи сушь неплохая сумка за такие деньги вообще кожа натуральная нож не такого высшего качества но нормальная просто у нее ручка не кожаная а так нормальная вот ночью наверно дождик что ли был или туман у нас ночью туман был может тут у влага я не знаю но дождя я не слышала ночью вчера немножко был дождик посуду надо перемыть она не маленькая тебе он как нет нормальная он видите сколько андрей 320 150 рублей правда вот они специально здесь кожу оставили но она и здесь так она пахнет кожи но написано было телячьи кожи она пахнет кожей просто вот одна ниточка торчит а в принципе за такие деньги даже андрея можно было бы 2 заказать на сменку ну как бы вот потом были жалобы ничего не будет кожи только вот хлястик вот такой вот она бы грубоватая было бы слизко нет может быть не знает она была другая ничего нормально тебя там и телефончик там чего тебя я убрал на алиэкспресс мы заказывали телефон можно второй по месяцу телефон здесь карточки можно положить вот замочек без карточки он уже положил свои нормальная сумка документ но такие деньги ну да нормально у нас есть кожаная у него побольше он хотел маленькую мы здесь смотрели кожзам почему здесь смотрели там у старого рынка магазин 200 что ли или 2 500 это кожзам да опять у меня память закончилась хотя там не было много видео сейчас надо перегрузить на этот на компьютер я говорю там была или у эко кожи да ты говоришь или кожзам ну чё то такое но не кожа натуральная в общем давай андрюшка рыба горит быстрей мы с андреем радуемся говорим какая красота вот тогда у татьяны на канале будет не статьяна я увидела она жарила вы посмотрите прелесть плита чистая сковорода просто надо было побольше это бумаги сюда а так и сковорода практически чистая мне уже девчонки даже говорят подписчица тоже говорил тоже так же она приготовила и говорит наташа какая красота все чистое говорит и это не масло ничего и так не говори век живи век век живи век учись так говорят это хорошо сейчас интернетом раньше пока информация дойдет 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 да очень мало каком-нибудь журнале увидишь что не будет все давай я себе будут уже греть ты рыбку а я себе супчик сейчас приготовлю всем приятного аппетита друзья что вы здесь как тебя василис как деда научил тебя ну-ка нет ну не так как он шел в за руку как воображает дед приехал она теперь выражает у нас он все вещи валяются деда на мы еще даже не убирались да внученька ну давай раздеваться ну сама раздевайся раздевайся давай ой повез замок смотри давай дедуль тебе поможет а то сломаешь еще курточку там наверно вот это надо растить сначала а потом она может что зажало вот ухаживать ну вот сюда наверно ну где так цветов вообще нет а и хочет на цветок прилепить твой цветочек твой цветочек там был да это листики какие цветочки ты чё куда ты хочешь налепить на кота цветов зачем потому что он любит цветочек ты ему подарил цветочек вот смотри здесь наклеивать надо то что надо а тебе так хочется вот вот что-нибудь просто самой наклеили чудо-то моих перьях лохматые куда надо да вообще-то здесь даже цветочка нету убавлю сюда клей да вот цветочек клей старенький цветочек иди ты моя маргарита пледик твой пледик все надоело дедуль пошла иду в гараж сейчас гавриков покормим андрей машину выгрузит в общем никуда мы сегодня не поехали у нас дождь то идет то нет с грибами же я думала ну и андрей все-таки с дороги пусть отдохнет и дети приезжали пока с детьми посиделись веселись и побаловались и время уже у нас много так что тесто поставила пирожки будут делать уже начинка приготовила то мы пойдем покормлю и андрей сейчас приедет как раз разгрузит машину а то там и сесть некуда мне уже навечно полная машина груженая вот машину помыть хотели куда ее мыть вот дожди поэтому говорю не стоит машину наверное пока мыть может быть на днях все-таки дождь закончится да помоет ну то мой дорогой едет вечно груженый что-то гавриков нет никого и у них последнее время стало оставаться в мисках наедаются может мышек ловит я даже сама не знаю целый дом у него здесь обогреватель из дома я взяла полная машина битком видали как он на работу ездит девчонки я говорю полная машина андрей вот и дальше битком машины битком здесь и плитки уже просто с годами все это уже я понял вот что нужно чунину ну все это уже не просто так обязательно что-то да пригодится да андрей микроавтобус бы ему вот чё он говорит хотя бы легко легковая машина стояла бы а это выгружай загружай каждый раз сейчас считай 10 дней даже меньше десяти дней дома и опять на работу андрей ты следующий раз может быть как-то мы снимем видео зрители может быть кто-то заходит может не наши наши зрители постоянные спрашивают про печку твою ну давай покажу так чуть-чуть может быть следующем видео короткое видео мы снимем и все давай следующий раз мы может быть завтра коротенькое видео с ними мы выложим именно одну печку потом расскажешь и все а то у нас и так уже сейчас мы записали много сейчас еще пирожки пойдем пожарим ну как хочешь давай ну да ладно пускай сейчас этот только вот топчан уберешь топчан уберу чтобы это в задито оставлю там ну кое-что пока не буду брать но видно будет ну давай иди выкладывай я пойду кошек накормлю открой мне гараж пожалуйста ой 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 слушай у меня спину клинит трындец еще постояла ногу поднимаю правую мне спине как вступила бабулечка старая охмутала молодого пора приехал к бабке старой чуть нет никого андрей уже где-то на промыслах наверное муж как повела по своим путем вы здесь а я думала вас нету эти вот уже лезут уже ко мне подходят да да мы у вас еще супа вон почти целые миски вы чё сальцо выбрали оттуда и все у вас полно ну давайте вам рыбки да сейчас я им рыбки принесла рыбу раздела он хвостики головы один в будку к себе туда понес другой за будку мурка здесь а где еще один кс-кс-кс-кс режек ты принес назад кусок си сюда есть принес мой дуэк хорошие полные миски вон рисового супа не даже не едят короче они что-то я смотрю зажрались у нас как-то знаете честно говоря раньше было пофигу чё даешь а сейчас они уже выбирают чуть повкуснее принесла им тут раз все так ну чё огурцы то у нас кто где кричит кто здесь дымок иди кушай иди мой сладкий кушай быстрее 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 иди кушай так ну чё вон огурец там висит честно сорвать его остатки огурцов как здесь сыра трынде значит дожди льют и льют и льют и льют дожди вообще замучили как бы мне не растянулся с андрюшка надо будет вот это все убрать компостерную яму хуна гурцы они уже с не растут эти пуплят полно растут начнусь холодный а он с огурчик нашла нашла еще огурчик вот так ладно все надо пособирать мы уже пирожки печем пришли с гаража там опять дождь 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 и чуть-чуть до капает капать целый день четко в то дождик мы пришли я уже поставила учет начинки мало сделал он осталось но это тесто хорошо хранить в холодильнике она еще лучше будет становится вот когда я смотрела тот рецепт у женщины одной в общем сейчас я его соберу вот это вот и уберу в холодильник в пакет и в холодильник только пакет будет у меня побольше чтобы поднимался там она в пакете в общем оставим в холодильнике посмотрим завтра послезавтра испечем уже с капустой там или чем-нибудь и посмотрим как она на вкус ты скажешь мне потом как она будет на вкус тебе понравится в холодильнике говорить на хлеб хорошо вот на багет и вот на все вот это вот в холодильнике держать она это тесто делает она хранится у нее целую неделю даже говорит я в неделю раз или два делаю пирожки делали по моему заказу огромные я люблю такие большие твоя мама всегда делала небольшие пирожки вот я вот как у нас мамка всегда котлетины вот такие здоровые пирожки всегда вам кто же здоровый делает но я раньше как-то средний делала и сейчас что-то я прям лошадины тоже стал делать побыстрее чтобы не возиться хорошее такое тесто вот мы считай поставили и за через через 20 минут она уже подошла в этом шкафу духовом на 20 градусов она прям подходит моментально все на один пирожок у нас осталось за грибами нас не получилось сегодня из-за дождя тут дождь пошел а василиса Андрей говорит поменьше клади начинки я говорю нет я люблю ты сам любишь чтобы начинки было ну в принципе да тут у нас зелени много есть лука петрушки Андрей говорит побольше мне клади да нам сейчас сейчас вот нагреется она пожарится и она вся зелень да там ее и видно не будет вот увидишь дети как профессионал говорю и она так и лепится это просто вообще я говорю такое тесто вода соль сахар дрожжи и масло подсолнечное все все никакого молока я на молоке даже делал мне такого не получалось тесто представляешь все изумительные тесто представляю а в чем фишка то знаю как обычно делаем я не знаю вот дрожжей там 14 грамм что дрожжи что я не знаю почему оно такое хорошее получается тесто прям просто вообще ну ты видишь само вот пришли сейчас даже не прошло назад это я накатала шарики эти он как поднялись опять хорошо ну да и само тесто оно на следующий день они не не жесткие там ну хоть на воде вот как раньше мы делали на воде например на следующий день у меня как-то они были все равно как-то жестковатые были это же нет я на следующий день но когда ты делаешь когда жестковатые и вот эти в чем разница я давно не делала на без молока я давно не делала но на молоке у меня получается как резиновые какие-то я не знаю вот это тесто вот делаю второй раз я сама не пойму почему оно такое получается с душой наверное наверное не знаю но тесто очень хорошо хорошо я еще не оценил я оценю ну да ты еще не пробовал я еще не пробовал что у нас завтра завтра по плану давай не будем делать на ногти мне только завтра два часа ведешь меня ногти сделать и все вот так будем завтра это без плана ну да пусть самой своим чередой импровизировать бы ты уже снимаешь что да это мой ужин тертельки с капустой диетические нормы смотрите что так много это мне можно андрюшки пирожки а пирожки просто немножко хрустящие да ну да не все вот ну я попробую но они такие нежные они мягкие не обязательно хрустящие если зажарить побольше да это прям хрустящий был но не надо я не стала зажарить как прошлый раз некоторые граммой хорошо зажарила так я вообще люблю тесто дружевое до смерти сейчас я его стараюсь не есть честно вот убрала два кусочка о какой воздушные в общем убираю холодильник завтра сделаем пирожки и скажем свой отзыв какое тесто после холодильника вот вот такой сегодня у нас друзья день на этом будем видео наверное заканчивать до до новых встреч всем пока пока пока